Добро пожаловать в программу Катер-365, в которой мы рассказываем захватывающие истории о Дохе и её окрестностях. Меня зовут Миранда Атти. В этом выпуске мы прогуляемся по стране, чтобы познакомиться с её самыми любопытными историческими объектами – от старинных фортов до восстановленных дворцов. Мы узнаем историю четырёх старинных зданий, познакомимся с прошлым старого дворца и побываем на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО – Аззубарах. Я в окружении четырёх зданий, образующих музейный комплекс Мшей Рэб. Его экспозиции рассказывают об истории Катера – от основания до наших дней. Шахерезада Гафур познакомит нас с их содержанием. Четыре музея. Каждый посвящен отдельному сюжету. Эти здания, построенные в начале 20 века, сейчас участвуют в программе реконструкции центра Дохи. В социальной истории Катера можно познакомиться в здании Бин Джульмут. Одна из задач нашего музея – отдать должное рабам, которые внесли большой культурный и экономический вклад в развитие Катера. Эту часть истории нашего региона до сих пор многие плохо знают. В этих залах и коридорах можно познакомиться с тем, что с собой представляла та эпоха. Находясь в этом музее, мы начинаем лучше понимать прошлое. Иметь лучшее представление об истории важно как для туристов, так и для местных жителей. Посетители получают возможность распространить полученные здесь знания по всему миру. Наша задача – исследовать и рассказать историю, которую часто передавалось через устные предания. Наряду с обычными объяснениями мы используем здесь технологические решения, которые помогают посетителям узнать еще больше. Публика может также посетить дом-музей основателя современного Катера. Он примыкает к музеям Шереп, его экспозиция хорошо дополняет знания об истории региона. Вне всякого сомнения, основание – самый важный период в истории Катера. Шейх Джасим сумел объединить катерские племена и создал единое государство. Шейх Джасим бин Мухаммад Ат-Тани сумел также установить связи с крупнейшими державами залива той эпохи – с Британией и Османской империей. Дом Радвани. Здесь вы познакомитесь с тем, как в старину жили обычные катерцы. И увидите место самых первых археологических раскопок в городе. Они позволили составить представление о жизни в те далекие времена. Я входила в группу архитекторов, готовивших план реставрации здания, чтобы вернуться к его изначальному виду. Поэтому я изучала старинные интерьеры и повседневную жизнь людей. Я порекомендовала молодому поколению прийти сюда и прочувствовать то, как жили их дедушки и бабушки. В доме компании вы можете увидеть те изменения, которые произошли после открытия нефти и электрификации. В этом здании располагалась первая нефтяная компания Катера. Взглянув на историю глазами первооткрывателя нефти и узнав о жизни людей того времени, молодые люди поймут, что мы не всегда жили в роскоши и что в нас есть дух упорства и выносливости. Устные рассказы, которые мы слышали от наших дедов, позволяют нам лучше понять, как раньше выглядела Доха и как она органично развивалась. Таким образом мы устанавливаем связь между прошлым и настоящим. Историки рассчитывают на то, что эта связь поможет молодым людям лучше понимать будущее, в котором они будут жить. Катарский национальный музей наполнен историей стариной. Особенно это чувствуется здесь, в Старом дворце, к которому был недавно возвращен его первоначальный облик. Это подходящее место для разговора с Александриной Герен, куратором музея по археологии и ранней истории. Она занимается раскопками в Катаре с 80-х годов. Мураваб – очень интересное место, так как это единственный раскопанный памятник, относящийся к раннему аббасидскому периоду, очень важному для истории ислама в Катаре. В каком-то смысле с него начался золотой век. Впервые я сюда приехала в 1981 году. Я училась в Сарбоне в Париже, и мне посчастливилось участвовать в первой французской экспедиции, после которой я полюбила народ бедуинов. Итак, вы впервые приехали сюда на раскопки Мураваба в 80-е. Почему они вас так увлекли? Это был незабываемый опыт. Во-первых, это действительно очень крупный и знаменитый объект. Здесь раскопаны 240 комнат и кладовых, а также мечеть и форт. Для нас, ученых, это целый археологический комплекс. Какие ценные находки можно увидеть в Национальном музее? Очень многие экспонаты происходят с такого большого археологического памятника, как Аль-Хор, который датируется с первого тысячелетия до нашей эры, до появления ислама в 7 веке нашей эры. Мы выставили 900 экспонатов оттуда практически по всему этажу. Некоторые периоды у нас представлены только пятью экспонатами, потому что в то время в этом месте проживало не так много людей. А другие периоды представлены более чем сотней экспонатов. Расскажите об экспонатах, которые мы здесь видим. Здесь мы имеем дело с предметами, которые отражают повседневную жизнь. То, как люди жили, что ели и из какой посуды. Мы хотим воссоздать повседневную жизнь предков-катарцев. Мы находимся в Старом дворце, составной части Национального музея. Здесь так красиво и спокойно. Как удалось его отреставрировать, сохранив его историю? Нам, новому Национальному музею, очень повезло. Потому что мы присоединили это старое здание и продолжаем использовать выставленные здесь старинные предметы. Мы очень старательно работали с архитектором с тем, чтобы сохранить, а не переделывать это место. Сейчас это очень спокойное место, как вы сказали, окруженное зеленью, старыми деревьями, садом. Оно сохранило свой старый облик, находясь под защитой Национального музея с его современной архитектурой. Азубарах – самый крупный археологический объект Катара и первый объект в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 17-18 веках здесь находился шумный торговый город. Что сделанные здесь находки, рассказывают нам о некогда процветающем политическом и культурном центре залива. Давайте узнаем. Сюда приезжает много посетителей, желающих познакомиться с историей Приморского района. Доктор Ферхан Сиркаль с коллегами составляет для них туристические маршруты. Археология позволяет нам понять людей, которые когда-то жили в Катаре. Понять, как они жили, что ели, чем занимались, почему они поселились в этом месте, как они поддерживали связь с другими частями залива и странами за его пределами. Это место процветало, находясь вне контроля османской, персидской и европейских держав. Оно очень важно для истории региона, потому что именно здесь сформировался современный политический пейзаж. В этом месте сохранились остатки домов и рыбацких хижин, узких улочек, мечетей и даже дворцов. Покрывавший их песок из соседней пустыни сохранил город в практически нетронутом виде. Город Зубарах был очень важным городом, образцом для всех окружающих городов. Раскопки в этой местности дают нам хорошее представление об истории этого края, о том, как выглядел город, здание, какой была архитектура, что люди читали, как узнавали новости, а также размах укреплений, защищавших источники воды. Правильное расположение улиц и зданий говорит о том, что местные жители ориентировались на западные стандарты градостроительства, а стены обеспечивали им необходимую защиту. Форт Аз-Зубарах был построен шейхом Абдуллахом бен Джасимом Ат-Тани в 1938-м, как составная часть оборонительного комплекса. Это один из нескольких фортов, расположенных в стратегических местах на побережье Катара, чтобы защитить и море, и водные ресурсы страны. Сейчас в форте располагается туристическое бюро, в котором можно получить дополнительную информацию о жизни в этом центре торговли и ловли жемчуга. Одна из самых интересных находок прошлого года — жемчужина, найденная нами в неолитическом захоронении. Это значит, что жемчуг здесь добывали не только в XVIII и XIX веках. Жемчужина, которую мы нашли, насчитывает 6,5 тысяч лет. Это говорит об очень долгой традиции ловли жемчуга в этом районе. Этот поселок когда-то был региональным центром торговли жемчугом. Но после серии войн между государствами залива был сожжен дотла в 1811-м. Затем здесь снова поселились люди, но в начале XX века он был окончательно заброшен. В наше время здесь появился археологический раскоп, с помощью которого мы узнали о минувшей эпохе. Как увлекательно раскапывать прошлое Катара. Это все, что мы успели вам рассказать в сегодняшнем выпуске. Если у вас есть вопросы, найдите нас с помощью хэштега Катар-365. Спасибо за внимание. И не забывайте заходить на сайт Евроньюз, чтобы узнать еще больше. Катар-365.